Две недели был в Армении, прилетел уже позавчера, позвонил ей, она говорит, знаешь, что давай пойдем в музей художника Саряна, Мартыреса Саряна, и там поснимаем видео о Ереване, ереванцах, в общем, о Ереване, что мы знаем, что мы можем сказать, как сказать певице или ее называют соловей армянский, Лусене Закарян. Ну, что сказать, дорогие, вот так поснимал видео, получилось где-то 400 гигабайтов. Мир вам, дорогие зрители. Две недели был в Армении, прилетел уже позавчера, хочу попросить прощения всех моих друзей, знакомых, близких, с которыми не смог встретиться, даже и не звонил, потому что думал сегодня, завтра, сегодня, завтра, эти две недели быстро пролетели. Но за это время я успел поснимать видео, с собой взял свою камеру маленькую, кстати, которую подарил мой друг из Краснодара, спасибо ему, храни его Господь. И такая интересная история с этой камерой. Я эту камеру искал в Израиле месяца, наверное, 3-4, нету. В общем, потом родители моего друга были в Америке, они летели сюда, спросили, что нужно, я попросил эту камеру. Они тоже искали этой камеры, не было в Америке. Там из-за коронавируса или других вещей работников не хватает, сказали, что камера есть в порту, прибыла, но нету людей, которые будут разгружать и не знают, когда будет. Начал искать в России, нашел в России, в Краснодаре, там вот в одном из магазинов Sony эту камеру нашли. И вот мой друг подарил мне, а другой друг, он нашел возможность послать в Армению. А в это время из Армении летела одна из наших знакомых, верующая, она и привезла эту камеру. И вот через месяц я лечу в Ереван с этой камерой, она маленькая, в общем, речь не о камере. И вот на этой камере я и снимал вот то, что снимал. Интересно, значит, когда приехал в Ереван, у меня одна знакомая журналистка, вот Нарина Кирякосян. И вот я ей привез там от камеры какие-то детали у меня были, которые я не пользовался, я хотел подарить ей. И вот решил встретиться с ней, позвонил ей, и она говорит, знаешь, что давай пойдем в музей художника Саряна, Мартириуса Саряна, и там поснимаем видео. Я говорю, нет проблем, пойдем поснимаем. И вот мы на следующий день пошли в музей, там она уже с директором поговорила, нам спустили, ну, снимать, разрешили снимать видео. И вот мы там поснимали видео, это, ну, гид рассказывал на армянском. Я постараюсь сделать субтитры на русском языке и посмотрим, как выйдет. Это дало толчок, чтобы снимать и другие видео. Но у меня еще здесь, когда я был, я думал снять такое интервью с Ашотом Аревшатяном, автором книг Армения со времен творения до второго пришествия Христа. Я иногда из его книг там делал видео, кто показывал эту книгу. Он уже из четырех томов издал две и готовится над переводом русского издания первого тома. Так что прошу молитв. Он служит в церкви Святой Зоравор в Ереване, так что с ним тоже сделал интервью во дворе церкви Святой Зоравор. Потом он рассказал о тех святынях, святых мощах, которые есть в церкви, хранятся в церкви. Так что и об этом будет видео тоже на армянском. Но опять я вот по мере возможности постараюсь сделать субтитры и на русском. Так что и прошу молитв. Ну, в Ереване была в это время и поэтой Сануши Нагащан, которая известна вам в моих передачах. То есть ее авторской передачей «Познакомимся с армянским Иерусалимом». И мы с ней решили пойти и в музей Чаренца. А как было? Когда были в музее Саряна, там гид рассказывал связь Саряна с Чаренцем. Там упомянуло. Я когда рассказал Анушу, что типа про Чаренца, он там рисовал Чаренца, сорян. Она сказала, что пойдем в музей Чаренца, где директор является внучка Ереши Чаренца. И вот мы пошли, ее муж этой внучки, родственник Ануша Нагащан. И вот мы пошли в этом музее. Она дала нам интервью. Мы вот так записали опять на армянском. И уже такую экскурсию устроила по музею Ереши Чаренца. Рассказывала все. Вот это тоже, надеюсь, будет с русскими субтитрами. Так что прошу опять молитв. Ну, далее, что еще было? Да, с Нарине Киракосян мы подумали сделать какое-то видео. У меня есть рубрика «Вопросы в ортопеде». Я вот решил взять интервью у Нарине. Потом она сказала, да давай я буду у тебя интервью брать. И потом мы решили, что будем друг у друга вот такое пора делать видео и друг другу вопросы задавать. В итоге пришли к тому, что давай вот так экспром, что получится, как получится, поговорим о Ереване, Ереванцах. В общем, о Ереване, что мы знаем, что мы можем сказать. Два Ереванца, я, который 25 лет уже из Армении, ну, вылетел, выехал, живу в Иерусалиме. А она осталась в Ереване. И вот получилось такое видео. Ну, это видео на русском. Интересно то, что мы искали, где будем это снимать. И в итоге случайно я бродил по улице Абувян, проходил. И там есть такой Далан. Ресторан, магазин, кафе Далан. И мы вошли туда, я посмотрел дворик и попросил местное руководство, чтобы можно вот так сделать интервью. Ну, они сказали, только не политические темы. Ну, объяснили, что никакая политика. И мы вот тогда говорили, через день-два утром пришли и начали вот в этом кафе, ресторане, там во дворе сняли вот видео. Ереванцы о Ереване и о Ереванцах. Ну, там помогало снимать мне видео, снимать моя племянница, как и с Ашотом Аревшатяном. Она сидела за камерой, она понимает. В общем, и получилось интересное видео. Ну, мы сделали такую рекламу для этого кафе Далан. Там вы сами потом увидите какое-то видео. Очень интересное, красивое место. В общем, посидели, потом кофе попили и разошлись. Сануш Нагащан мы были приглашены в одну семью. Такую мать и дочь, верующие, очень интересные люди. И вот когда сидели, общались, разговаривали. И вот речь пошла о знаменитой армянской, как сказать, певице, или её называют соловей армянский, Лусене Закарян. И оказалось, что они с семьями дружили. Вот эта семья дружила. И вот начали задавать вопросы, и так очень интересный разговор произошёл. И я вот сказал, всё, останавливаемся здесь и делаем интервью. В общем, мы уговорили их. И вечером, часов к десяти, пришли опять второй раз уже готовы снимать интервью. Вот мы сняли интервью. Ануш задавал вопросы. Ну, опять на армянском. Я опять постараюсь сделать субтитры очень интересные. И они потом, эта семья, то есть родные тоже из семьи, предоставили нам их видео из личного архива. Когда Лусене Закарян со своим мужем Поляном приходила к ним домой, она пела у них дома. В общем, такое эксклюзивное видео тоже будет. Сами увидите, очень красиво, интересно. Даже мы пошли... Там речь шла об одежде... Ну, две женщины разговаривали. Речь шла об одежде Лусене Закарян, как она одевалась. И я узнал, что есть музей, дом-музей Лусене Закарян, где она жила. И я с племянницами и племянником пошли в этот музей, чтобы снять эти две одежды. Там ее висели. Ну, маленький музей. В общем, это все вы увидите в том тоже видео. Ну, еще что есть. Ну, первое воскресенье, когда я пошел в церковь, Святой Гованесс. Я всегда... Первое время я, когда служил в церкви, я начал служить Святом Гованессе Иоанна Крестителя в Ереване. Там рядом с Двином. Гостиница Двин, если кто знает. На улице Прощана. Значит, я взял камеру, хотел поснимать. У меня вот наши верующие, которые знали, что я лечу в Ереван, попросили поснимать что-то в Ереване, в Армении. Но, к сожалению, не получилось снимать. У меня машины нету. Там на такси разъезжал, то есть, куда надо было ехать. И было трудно, чтобы разъезжать и снимать какие-то места. Да, и поэтому, но все-таки взял камеру и начал снимать там церковь. И как раз был праздник Святого Эчмиадзина. И решил снять там Патриарший Молебен Хайрапетакан Махтанг в честь Эчмиадзина. И я вот снял видео, как вот этот процесс. Не всю литургию, а этот процесс, как поет хор. Я поднялся там в балкончик, где поет хор. И оттуда снимал, как они поют и эта служба. Так что, вот эту службу Святого Эчмиадзина, праздник Святого Эчмиадзина, я выложу в этом видео. Вот сейчас по окончании, вот вы посмотрите. Ну, что сказать, дорогие. Вот так поснимал видео. Получилось где-то 400 гигабайтов. Это кто понимает, это сколько, вот столько заснял видео. Вот вчера как раз начал работать над видео, вот этот, с Нариной Кирякосян, что говорили о Ереване, о Ереванцах. Надеюсь, на следующей неделе это видео выйдет. Почему первое делаю это, чтобы на русском быстро сделать. И уже над другими, что где нужно добавлять субтитры, это трудно, надо добавочная работа. И постараюсь уже эти остальные видео тоже делать. И вот когда работал над этим видео вчера, я нужна была фотка. Я вспомнил, что это фотка у меня. Начал искать, искать. И когда нашел фотку и нашел одно диск, CD. В 2009 году на радио, на республиканском радио я давал интервью программе «Аветис». Такая молодежная программа, передача радио. И там тема была о духовной свободе и независимости. Вот вспомнил, вот сегодня послушал утром, очень интересно. На армянском, вот сделаю это тоже. В общем, очень много видео есть, чтобы сделать. Не знаю, дорогие, вот спасибо вам, что всегда поддерживаете. Спасибо всем, кто в своих комментариях, лайками вот так поддерживает меня, вдохновляет, помогает мне, задает вопросы. Извините, что не успеваю, не могу ответить на все вопросы в видеоформате видео, имея в виду. Так что, вам приятного просмотра вот этого видео праздника Ичмиадзина. И спасибо вам, и храни вас Господь. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» «Симон» «Симон»